этот проход ведет на крышу ну ворота закрыты намертво нам тут не пройти нам нужно найти другой путь наверх да завел тебя достаточно давай попробуем его найти на понял понял давайте искать вот помните прошла серия мы здесь как раз с вами остановились сейчас нам нужно будет взять с вами 3 тряпочку и вместе с стрелой соединить по моему да вот так если не ошибаюсь да есть и взять и поджечь и мне нужно более сильное пламя чтобы зажечь этот эти факелы горят днем и ночью в этом давай вот так вот бочках бочках меня тошнит от этого злого не заперто бунт и че это понимая нам нужно будет с помощью факелов что-то сделай правильно поджечь что-нибудь либо что потому что прошлая серия немножко пробежался здесь и больше ничего не делал не все здесь не заслужены обвиненные мятежники жестокие убийцы я не рискнул хорошо мы не будем рисковать здесь закрыто но если я сейчас я обойду полностью весь участок и мы ничего не найдем но придется наверно здесь не пройти берется вниз спускаться до для кода бочка нужно что-то с бочкой делать я так понимаю давай с тобой поговорим почему ты пришел вытащить меня чтобы найти путь в башню частично да но не только ради этого ты чертов символ парень ее бэтмен стороны это передаст парня большую эту как ее поддержку это повысит их моральный дух они всегда будут кучкой пьющих ворующих развратных безнравственных мораль в смысле уверенность боевой дух вот она поддержка командного духа в нем но попасть в эту проклятую башню да это очень важно насчет башни сперва подумаем как тебя вытащить как меня вытащить я знаю то о чем он просит по крайней мере он подарит мне смерть воина с ароматом думаю лаванда так жижу что мы так много бочек они никогда за собой не убирают еще делать но не внешне вниз же бежать правильно рычаг вот здесь который поднимает и опускает клетку это переговорная труба привет плю дан дистали библиотека есть кто-нибудь они используют эту штуку чтобы доставать я говорю в металлическую трубу она покрыта густым маслом поджечь на масло шикарно мы что-то сделали с вами еще теплая но быстро остывает они используют эту штуку должна быть теперь я смогу вскарабкаться по цели все ребят мы справились ли мы решили с вами головоломку мы умнички молодцы они подготовили для тебя петлю смерть предателя что мы здесь делаем где воздушный корабль нам нужно еще немного времени скорее заблокирую ворота на ваш улице рычагом чтобы опустить засов хорошо таким рычагом так теперь вооружить а вот между отменное качество хорошая палатка за корма чью-то жизнь одним взмахом этого клинка как мы сбежим я думал тебя ожидает корабль корабль нет мальчик выберешься отсюда не на воздушном корабле а через портал созданный той магией который твои люди пытаются искоренить выберусь только один из нас может пройти через этот портал и для этого требуется жертва это темная магия ей нужны кровь и боль ей нужна что нет нет я не могу принять твою жертву либо оба из нас будут жить либо мы оба умрем будь проклят маджал не глупи парень я разделю свой покой с богами можешь ли ты сказать то же самое кроме того я может быть и приличный боец но ты без тебя сопротивление трогнет я сзади выйдут победителями а теперь прикончи меня чтобы ты смог выбраться и начать выплачивать свои долги так его глаза не он принял смерть а я так и не смог там где я видел ли достал нож и режь прости в 8 медленно наверно для портала нужна кровь и боль это Продолжение следует... В эту ночь она бросилась с городской стены на отмель. Ее тело так и не нашли. Бывало, я множество раз и взбирался на эти стены, балансируя на краю с закрытыми глазами. Я всегда представлял себе, как я присоединяюсь к ней во тьме, в этом холодном море. Но я не сделал этого. Девушки отдыхают... Да проклянет его богиня! Что? Киан... Киан сбежал из темницы! Оставь нас! Сейчас же! Что ты говоришь? Это невозможно! Он должен был умереть! Он исчез! Сбежал через крышу с помощью проникшего в темницу мятежника и чертового бунта! Через крышу? Но как? Темная магия! Невозможно! Я должен допросить тех, кто позволил ему сбежать. Они будут сожалеть об этом дне до конца их коротких жалких жизней! И этот надзиратель, он заплатит своей жизнью! Я не понимаю. Монашья темница защищена от колдовства. Внутри, да. Поэтому они сбежали на крышу. Свет защитит нас. Есть идеи, где он находится? С мятежниками, разумеется, где бы они не отсиживались. Я переверну каждый камень, но найду их! В их руках алваны. Отравленный кинжал. Думаешь, я этого не понимаю? Думаешь, я не знаю, насколько он опасен? Я знаю его лучше, чем кто-либо. Но я его найду. Его и его сторонников. Я клянусь в этом. Под взором богини! До прибытия первой? Это не дойдет до нее. Убедись в этом. Если она узнает, что их бесценный апостол все еще жив, он понадобится ей живым, чтобы поговорить с ним. И если она узнает правду... Мы не дарим ей такой возможности. Хорошо. Потому что если она когда-нибудь узнает, ты и я заплатим своими жизнями. Чего во имя света ты ждешь? Ты не поймаешь его, стоя здесь, командир? Иди, позаботься об этом! Да присмотрит за нами богиня. Сегодня у нас юбилей три месяца. С ума сойти! Такое чувство, что я прихожу сюда уже несколько лет. Как ты? А вы как думаете? В тебе полно энергии. Ты кажешься довольна жизнью больше, чем три месяца назад. Но только ты можешь рассказать, как ты себя чувствуешь. Я не могу сделать это за тебя. Знаю. Ты не помнишь ничего, что случилось до комы. Ты не уверена, что хочешь вспомнить. Но я думаю, что хочешь. Ты согласна с этим? И... нет. Я боюсь, что если я начну вспоминать, то я потеряю всё это. И ты не думаешь, что это был риск? Мне просто очень, очень страшно. Понимаю. Хорошо, давай посмотрим, сможем ли мы встряхнуть твою память. Что последнее ты помнишь? Как бросила универ, переехала обратно к отцу. Я потеряла... потеряла веру. В себя, в окружающих. Я рассталась с Резой. А потом что-то случилось. Будьте осторожны с желаниями, верно? Реза исчез. Я отправилась за ним, пытаясь его отследить. Я оказалась в Непорте. Помню, я была в безопасном месте, меня подключили к Дримеру. Но на этом воспоминание обрывается. А до этого? До отъезда из Касабланки. Реза попросил меня забрать посылку. Это и привело всё в движение. Это и шум. Помнишь, чем всё это обернулось? Когда я проснулась, они заполнили собой все пробилы. Очевидно, это был какой-то сбой или вирус. Скрытый код, заражающий всемирную сеть. Кто-то в Ватикорп использовал Дримеры, чтобы читать мысли людей. Кто-то, с кем я виделась. Кавана. Дэмиен Кавана. Человек, стоящий за всем этим, зачинщик заговора. Он запустил что-то вроде червя в код, превратив Дример в устройство по контролю сознания миллионов людей. По крайней мере, так они говорят. Он записал признание, прежде чем... По крайней мере, он исповедался. Избавил от ответственности своего работодателя. Удобно. В каком смысле? Забудьте. Я ничего из этого не помню. Я только знаю, что... Они отравили мой разум. Внедрили ложные воспоминания. Все, что я видела и переживала, было нереальным. Маленькая девочка на экранах, другой... Другой мир. Аркадия. Еще один красочный плод их воображения. Синтетический сон. И ты до сих пор ничего не помнишь о поездке в Японию, проникновении в эти корпусы? Неа. Я разоблачила всемирный заговор и взамен получила паршивую кому. Кроме вас, Резы и моего отца, никто не знает, что я была частью всего этого. Реза держал меня в стороне от его разоблачения. И даже он не знает, что на самом деле случилось в ту неделю, когда я отсутствовала. Возможно, моя подруга Оливия что-то знала, но ее больше нет. Ты чувствуешь ответственность. Я решила поиграть в юного детектива, и пострадали люди. Ты боишься, что с тобой произошло что-то еще? Я имею в виду, это же целая неделя моей жизни. Потеряно. Ты уже пользовалась дримером? Боже, нет. Меня тошнит от одной только рекламы. Это становится болезнью, зависимостью. Я беспокоюсь о том, что эти яркие, идеальные сны с нами делают. А ты была подключена к прототипу. Невозможно предсказать, как это могло на тебя повлиять. Ты уже говорила с Габриэлем? Нет, я... Я не готова обсуждать моего отца. Мы не общаемся. Он сдал дом, переехал в Мумбаи. Это совершенно нормально. О чем ты хочешь поговорить? Новые серии Евротрэша. Подходящая тема. Почему бы и не? Наше время почти истекло. Ну и хорошо. Я сегодня работаю. И как там дела? Очень хорошо. Мне-то нравится. Очень. Я рад это слышать. Месяц назад ты не была так уверена. Я узнаю много нового. Нейронное программирование, искусственный интеллект. Она помогает мне почувствовать себя ближе к Лив, Оливии. Понимаете? Почтите ее память. Не жертвуя собой. Я хочу этим заниматься. Мне нравится работать с мироевитом. Пока что. А с волонтерской работой я чувствую, как вношу свой вклад и другим способом. Ты находишь в себе занятие и мотивацию. Ты преодолела огромный путь с нашей первой встречи. Спасибо, доктор Зеленко. Роман, пожалуйста. В то же время на следующей неделе? Обязательно. Спасибо, доктор. Роман. Роман. Береги себя, Зои. Так, кто мне объяснит, что тут происходит? У нас начало, начало игры было, мы лежали в коме. Потом мы с нее вышли. Потом какие-то повстанцы. А сейчас мы у психиатра. Так, ладно. Давай еще раз повремяем. Док. Роман. Да. Так, следующий с... Встреча с доктором Романом отмечена в моем календаре, но я могла бы перепроверить, пока я здесь. Возможно, не стоит его беспокоить. Наверное, у него сейчас очередной сеанс. Ну вот, давай спустим. У вас еще один сеанс? Нет, я предпочитаю оставлять свободное время между сеансами. Не люблю спешить. Лучше посидеть и сделать кое-какие заметки. Так, эм... Что вы записываете? Просто помечаю, о чем мы сегодня говорили. Таким образом я запоминаю и анализирую наш разговор. Имеет смысл. Честно говоря, следующий сеанс только через несколько часов. Не люблю напрягаться по понедельникам. Оу. Да, мы можем начинать позже, если вам так будет удобней. Нет, так я хоть встаю с кровати по утрам. Без этого сеанса я бы проспал все утро. Мне кажется... Увидимся на следующей неделе? Береги себя. Да, давай, пока-пока. Надеюсь, ты никак а не был электр. И ты не съешь потом мою печень. Я вижу. Нет. Нет, не стоит. Это ловушка. Психологическая ловушка. Так. Давайте я предлагаю, наверное, идти дальше. Здесь, в принципе, ничего полезного у нас не будет. Просто будем время затягивать и смотреть на разные книжки и картинки. А я хочу продвинуться немножко по сюжетной линии. Потому что реально я не могу понять, что здесь вообще происходит. И как эти две сюжетные линии пересекаются друг с другом. Продолжение следует... Так, мы с вами на улице. У нас есть разрешение, заплатила грёбное состояние за это разрешение. Ваше разрешение больше не действительно. Вам нужно будет обновить его. У вас есть 24 часа, чтобы выполнить предписание. Идите нахрен. Знаете, что мне всё время прикалываю? Вообще никакого смысла. Во всех играх и фильмах. Вы будете задержаться. За окном сейчас 2200 какой-то год. У нас тут летающие города. Отрежу ваши яйца и сделаю из них кипа. А у чуваков в руках юнбик. Ну то есть они стрельное оружие. Хотя можно использовать какой-то лазер и импульс. Мне всё устраивает. Без страховки отлично не идти с ухорочных и оплаты остальные. 24 часа. 24 часа. Алло? Привет. Привет. Ты где? Только вышла с сеанса, иду в магазин. Как дела? Работай по горлу. Я буду плохим парнем, если попрошу тебя зайти к этой шизе с хорошей едой. Закуски Неллы? Конечно. И ленивым, а не плохим. Что? Неплохим парнем. Ленивым парнем. Что тебе взять? Выбери сама, но ничего. Экзотичного. Принято. Я зайду к Нелле прямо сейчас. Я должна быть в твоем офисе в 3? Спасибо. Ты лучшая. А то. Скоро увидимся. Бля. Прям сетчатку глаза там монтирован телефон? Прикольно. Так, экзотическое. Вы что вылиете Татас? Они очень вкусные. Нет? Тогда как на пропасти? Уличный. Сегодня в минуту. Уважай с едой. Даже не пытайтесь с этим спориться. 12 раз больше обычно. Как насчет стаканчика свежих хрустящих тараканов только с гриля? Давай. Скорпиону на палочке отце вкуснее вовсе. Чтобы мне руку отгрызла. Визор. Чтобы мне руку отгрызла. Я только что... Хорошо. Ты хорошо. Один я и ты. Ага. Вода. Уныло. Есть прозвище для передвижной кухни. Это прозвище. Ты это видела? Потому что она марксистка. Не могу поверить, что око... Из-за чего все это было. Гребанное око. Этим говнякам все дозволено. Так что они преследуют любого, кто не лежит им зад. Теперь мне придется потратить целый день в своей очереди в районном отделении за разрешениями, которые мне нахрен не упало. Неважно, это просто верхушка мусорной кучи. Они ограничивают транзит между секторами в целях большой безопасности станции метро и портов, требуя документы везде, кроме поезда, на местных линиях. Я имею в виду, какого хрена? Я знала, что парламент был тесно связан с синдикатом. Но это уже чересчур. Они что-то замышляют. Дальше, наверное, будут выслеживать и арестовывать революционеров. Вот тогда они меня и поимеют. Я уверена, что говорят на прошлой неделе они согнали весь народ европейской свободы в Берлинском районе. Их задержали по подозрению в терроризме. Терроризме за то, что они высказали свое мнение. Женщина, у тебя еда горит. Хватит со мной разговоривать. Я знаю эту шайку. Они безобидны. Это было просто призывом к действию. Горю со сессуны горят. Это страшно. Страшно. Вот именно. И ваш кандидат не собирается ничего менять в лучшую сторону. Может и так. Но у Минска не сделает их хуже. В отличие от Константина Вольфа. Кайзер Константин. Пута! Если изберут эту свинью, я перееду в Париж. Они тебя ни за что не пустят. Тогда в один из городов-конгломератов штатов Северной Америки. В Ньюпорт. В гребаную республику Лос-Анджелес. Черт, даже в Бастонию. Куда угодно из Европы Кайзера. Вот почему Лея у Минска это лучший выбор. Никто не поставит марксистов во главе стола Анелла. По крайней мере, мой кандидат имеет шанс. И она социалистка. Она сдержанная, Зоя. Сдержанная? Какой в этом смысл? Сдержанность синоним компромисса. Ладно, что ты берешь? 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 Лачбоза. Для твоего черба. Слушай, у меня новый поставщик свиных колбасок. Коллектив, что внизу Копрова. Органическое мясо, натуральное. Не то, что та выращенная в бочке жижа. Не знаю, как они это делают. Очень хорошие связи или избыток партнеров для обмена. Но они легальны, я так думаю. Так, свиные сосиски и сырный суп. А вы не помните, что нас попросили взять? Давай возьмем. Сосиски звучат очень вкусно. Давай рискнем. Свиные колбаски звучит идеально. Добре, сейчас все будет. Тебе следует присоединиться к протесту сегодня вечером. Мы выступаем перед управлением сектора. Пожалуй, нужна причина посерьезнее, чем политический митинг, чтобы мир дала мне отгул. Думаю, я откажусь. Умная девочка. Нас, скорее всего, и забьют боли, и бросит в зону. Просто еще один сраный понедельник в проблении. Божья женщина, приготовь меня сосиски, пожалуйста. Спасибо. Если передумаешь, мы выдвигаем все около полудня. Пора показать этим ублюдкам, что мы наблюдаем за наблюдателями. Хорошо, все-все-все, пошли отсюда. Сорок минут потратили, чтобы дождаться сосисек, да? Карта прямо тут! Карта! Так, что нам нужно? Нам нужно отправиться домой? Или куда? Что-то тут столько много вещей, с которыми можно взаимодействовать. До газированных войн было гораздо больше безалкогольных пуссов. Хотя, откуда мне знать? Я выросла в бинго. Я бинговочка. Бинго, девочка? А, неважно. Как ты этого добился? Я начал со своего творения. Затем смешал лёг. Что это за плоская жопа справа? Ля, у нашего персонажа, смотри, какой персик хороший. А это что такое? Да-да-да, я замечаю такие вещи. Напиши в комментариях, что со мной не так. Так, ладно, побежали. Надёжный, тупой, мёртвый. Не в буквальном смысле. Политически. Я не сторонник убийств. Поиде, и нам вниз, правильно? Око повсюду. Никогда не видела так много их людей на улицах. Жлебкуна, нам нужны эти... Не-не-не, давай только без... Без музыки с авторскими правами. Всё, мы дома. Кого я навещаю? Никого. Вот, кого я навещаю. Ясненько. Фук. Опять же, ля. Я понял. Прорабатывали чисто нашего персонажа. Привет. Знаю, знаю, я уже иду, честно. С моим ланчем? Конечно. Ты за кого меня принимаешь? Мисс Рассеянность? Да. Да, именно за неё я тебя и принимаю. Фомани, верующий. Пять минут, максимум. Хорошо. И ты же знаешь, где офис, да? Да, я плохо ориентируюсь, но, знаешь, хватит уже. Ладно, просто проверяю. Держись справа от реки и в конце концов ты его найдёшь. Отстань. Да, и скоро увидимся. Интересно, вроде штука прикольная, но, представь, что едешь на машине за рулём, да, на большой скорости, и те вот такое перед глазами высвечивается. Я думаю, это не совсем будет удобно, да? Ясненько. Ну, спасибо, игра, что ты оставила мне мини-карту. И какие-то подсказки. Чтобы мы не бродили вот так. Держись правее реки, он сказал, да. Ну, давай попробуем. Где наша река? Вот наша река. Эй, ты потерялась? Да. Проблема. Я могу подсказать тебе дорог. Я здесь, чтобы указать вам направление, мисс. Скажите мне, куда вы хотите отправиться сегодня? Домой. Наша квартира справа от Зонаншайн Плаза. В удачно названных Зонаншайн террасах от ОПТ. Где на карте Зонаншайн Плаза? Спонсируемая оригинальными потребительскими товарами Зонаншайн Плаза. Единственное место в пропасти с искусственным солнцем. Иха! Не стесняйся, слышишь меня? Так, а мы иди. Ладно. Держись, проверь реки, да? Это, наверное, вот так. Иди дальше. После того, как Креза сказал мне о новом безалкогольном напитке Бинго Дример, я никогда, но нет, вру. Мне немного любопытно и хочется его попробовать. Увидеть Бинго Динго своими глазами? Звучит круто. Блин, же сколько здесь мелочей проработано. Единственный способ помочь дремоманам, это насильственное отключение их от машины и дальнейшее лечение в реабилитационном центре. Но кто будет платить за это? Явно не в этикорп. Я думаю, можно часами просто ходить, да? И наблюдать за этим всем. Оставь надежду всяк сюда входящий. Веселый, Чкуха. Ага, и не говори. А уже вам нужно подсказать дорогу, мист. Да не, вроде мы уже нашли, да, дорогу? Я не правее реки, сказали, держаться. Что, у тебя чипсики есть? А ли у кого чипсики? Кто сказал за чипсиками? Хочу чипсиков. Это называют китайским рынком, но это смесь всех и вся. Так, хорошо. По идее, наверх. Так, мне нужна карта. Ага, вон карта. Давай посмотрим. Ну, я надеюсь, что я правильно иду. Хотя разработчики могли просто сделать мини-карту. Я и ворон и ковбой. Путь подскажу. И за пазухой своей шестистволкой и опасный. Ворон ковбой. Где на карте Зоненшайн Плаза? Спонсируемая оригинальными потребительскими товарами Зоненшайн Плаза. Единственное место в пропасти с искусственным солнцем. Ихо! Ага, вот это вот оно, да? Это душа пожелает. Так, Зона Шан Плаза, вот это вот оно, да? Искусственное солнце. Это просто искусственное солнце, но и особенность пропасти. А это значит, что внутри этого горящего шара Плазма может находиться червоточина. Звучит безопасно? Ну все, по идее мы пришли. Ну, по идее, или нет? Ага, вот еще, да? Вот еще дверки где-то есть. Да, вот, по идее нам сюда нужно. Давай пройдемся, давай посмотрим. Похоже, вам нужно подсказать дорогу, Мил. Да, не, вроде мы нашли. А ну? Да. Поздравляю, мы дома. Так. Иди, кто? Так, это шкаф, телевизор. Не, нам нужно аж в холодильник положить нашу еду, правильно я понимаю? Ни одного магнитика. Хотя, какой в этом смысл? Внутри все еще печальнее. Ванная удручающе маленькая. Мы моемся по очереди, а секс в душе был бы настоящим экстримом. А, давай посмотрим. И хотя здание в хорошем состоянии, уже тут... Нужно ли мне в туалет? Нужно. Не нужно. Ну, давай. Я хочу на это посмотреть. Хорошо, что нам нужно делать? Я не могла оставить ванкерсов хранилище, когда переехала сюда. И в который час я не собираюсь спать. Тогда что-то от меня хочешь в ванну, ты не хочешь. Может еду приготовить? Квартира с традиционной плитой и духовкой. Это так здорово, потому что мы можем, ну, то есть Реза может готовить традиционные ужины. Уютный. Настолько, насколько может быть уютным диван, откопанный на блошином рынке. Если честно, я так ничего и не понял. Мы с тобой купили еды, куда нам надо? Все, выходим. Ладно, идем на улицу. Добро пожаловать на замещание. Ага, погоди. Свиные сосиски. Давайте вернемся домой. У нас с вами есть свиные сосиски. Возьмем вот так вот и... И что? Я ничего, да? Хорошо, давай ближе подойдем. По идее, что мы должны как-то с вами взаимодействовать с этим всем. Либо не должны. Так, давай ближе. Но в прошлое раз мы подходили и взаимодействовали. Сейчас я не могу понять, почему. Мы сейчас не можем это все сделать. Наш холодильник как бесплодный утроба. Пустынный остров, сои... Сегодня не моя очередь готовить. Ага, нет. Позже. Тогда положи сосисонный... Холодильник. Нет, ты с ними ходить будешь? Что, дай понять не могу. Реально понять не могу, что от меня хотят. Хотя, какой в этом смысл? Ну, хоть что-нибудь сделай. Алло, игрулька. Так, буковка М. Т, один, два, три, шифт... Дай мне что-нибудь. Дай мне какую-то подсказку. Может, там не домой нужно было идти, как думаете? Так, давайте, знаете, что я предлагаю? В следующей серии походить по разным местам, просмотреть. Потому что я, походу, зашел куда-то не туда. И вроде мне не домой нужно было. Так что все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. И до потом, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...